Белорусские ученые аграрии готовы предложить российским регионам свои технологии. Уже проведены переговоры с представителями Амурской, Хабаровской и Орловской областей. Белорусские ученые и практики мы готовы сегодня предложить и Хабаровску, и Благовещенску, и другим свои некие технологии, апробированные условия производства. И не только. С 2009 года число белорусских школ, не оборудованных системой пожарных сигнализаций, сократилось почти в пять раз. В этом году органами Государственного пожарного надзора осуществлен комплекс мер по подготовке объектов к новому учебному году. При проверках акцент делался на информационно-предупредительную деятельность, оказание консультативной и методической помощи, повышение уровня противопожарной безопасности объектов. МЧС уделяется особое внимание объектам образования. Оценка состояния объектов образования проводится системно в течение года. По результатам проверок вручаются предписания, рекомендации, акты. В текущем году органами Государственного пожарного надзора, совместно с заинтересованными, осуществлен комплекс надзорных мер по подготовке объектов к новому учебному году. Взаимный товароборот Казахстана с Беларусью по итогам года может превысить 1 миллиард долларов. Об этом свидетельствует увеличение товароборота за первое полугодие на 20%. Интенсивность вот этих контактов с каждым годом возрастает на всех уровнях. И главы государств уже вот за этот год три раза встречались наши главы государств, вот с учетом этой встречи последней. Каждая встреча, она дает какие-то направления, новые интересные направления для всех правительств. Благодаря этому расширяются все связи, товароборот у нас не снижается. В Республике Беларусь с учетом современных научных данных разработаны и утверждены Министерством здравоохранения гигиенические требования к организации питания детей и подростков. Они доступны для любого жителя Республики на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь, а также на сайтах Центра гигиены и эпидемиологии Республики. В Республике разработаны нормативные документы, которые определяют потребление основных пищевых веществ и энергии. Все они доступны на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь для любого жителя Беларуси. Я хотела бы подчеркнуть, что вот такая вот возможность посмотреть все требования, в том числе и к организации питания, и к безопасности продуктов питания, которая создана в нашей стране и имеется на сайте, доступна и есть система, именно доступа к этим документам, абсолютно доступная для любого. Она очень удобна, и было бы желание, каждый человек может поинтересоваться этими вопросами.